Ну что, я думаю уже хватит говорить и пора уже запускать этого солдата в муравейник. А если ты хочешь выиграть такой спиннер, то досмотри видео до конца и узнаешь условия. Ребята, всем привет! Сегодня я решил снять еще одно видео со своими муравьями. Знаете, я смотрю на своих муравьев и мне кажется, что им очень скучно, потому что они целый день сидят в этой камере. Они все собрались там и почти никуда не выходят. И чтобы как-то их растормошить, я решил заселить муравейник чужака. Я пошел на улицу и нашел вот такого вот жучка. Это клоп, а еще он называется жук-солдатик. Я думаю, что неспроста его назвали солдатиком, скорее всего он очень любит драться. И сейчас я думаю, мы это узнаем, любит он драться или нет. Кстати, ребята, этот жук, наверное, раз в пять больше, чем любой муравей у меня в фармикарии. И как вы думаете, кто выиграет? Муравьи или этот большой жук-солдат? Напишите об этом в комментариях. А если ты хочешь выиграть такой спиннер, то досмотри видео до конца и узнаешь условия. Ну что, я думаю, уже хватит говорить и пора уже запускать этого солдата в муравейник. Этот жук десентировался, как настоящий солдат с вертолета. Но он упал на спину и ему понадобилось некоторое время, чтобы встать на ноги. Очень долгое время муравей не мог найти, что в его фармикарии есть чужак. Муравей не заметил ничего необычного и просто пошел к себе домой. А вот, смотрите, жук решил зайти внутрь фармикария. Но он вовремя понял, что в чужой дом лучше не лезть. И вот, наконец, произошла встреча, но драки не состоялось. Вместо этого муравей по-тихому ушел домой. Оказывается, муравей позвал двух братков и тут они решили напасть на жука. Смотрите, муравьи прыгают на жука, но жук-солдатик почему-то не отвечает им. Он, наверное, их боится. Муравьи попрыгали на него и опять убежали домой. А через некоторое время на арене уже было в три раза больше муравьев, которые искали жука. Как только муравьи находили жука, они сразу же нападали на него. Но жук с ними не дрался. Наверное, у этого жука слишком толстый панцирь, потому муравьи не могли ему ничего сделать. Я решил забрать жука из фармикария, потому что он получил большой стресс и мне просто стало его жалко, ведь он не дрался с муравьями. И хотя муравьи атаковали жука, они тоже получили стресс, потому что они должны были защищать свой дом. Ведь этот фармикарий это их дом, а жук был чужаком. И потому я решил закончить эксперимент. Ну а для тех, кто хочет поучаствовать в розыгрыше спиннера, нужно подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео. И в комментариях написать, что еще такого интересненького сделать с муравьями. А результаты будут, как обычно, в описании к следующему видео. Ну что же, ребята, как видите, жук-солдатик остался жив, а муравьи, как и раньше, сидят в своей комнатке. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. А на этом у меня сегодня все. Всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok